Благодаря 131-му федеральному закону, принятому 17 лет назад, в России была создана работоспособная и, как показало время, оптимальная для страны модель работы органов местного самоуправления. Она определила бюджетные обязательства и полномочия всех субъектов федерации. Согласно закону, ежегодно о проделанной работе власть должна отчитаться перед населением на расширенной сессии совета. Такие отчеты обязательно проходят в начале каждого календарного года во всех поселениях Славянского района. В них принимает участие и глава муниципалитета Роман Синеговский. И по традиции, первым годовой отчет перед населением держит глава одного из самых отдаленных от райцентра поселений – Ачуевского. Каким был 2018-й для этой приморской территории, смотрите в репортаже моих коллег. Ачуевская – самая маленькая в районе как по площади, так и по количеству людей, проживающих здесь, поселение. 595 человек проживают в поселке Ачуева и хутое Слободка. Несмотря на это, здесь функционируют детский сад и школа, есть фельдшерский пункт, в Доме культуры работают кружки и проводятся праздники. Поселение полностью газифицировано, обеспечено водой и электроэнергией. Отчитываясь перед депутатами поселенческого совета и жителями глава Ачуевского сельского поселения, Елена Теленьга отметила, что 2018-й был хоть и трудным, но плодотворным годом. Из-за отсутствия на территории поселения крупных инвесторов оно является дотационным. Но в ушедшем году администрация провела большую работу по уточнению налоговой базы, учёт употребляемых энергоресурсов, что позволило привлечь дополнительные средства в бюджет. Для поселения бюджет – не просто деньги. На эти средства в Ачуево в течение года велась работа по грядированию дорог, обрезке деревьев, уборке территорий, содержанию памятников и многому другому. Детские игровые площадки, спортивные площадки – все были приведены в надлежащее санитарное состояние, покрашено оборудование, проводился окос сонной растительности как и на территории населённых пунктов, так и на гражданских кладбищах, которых у нас два. Вопрос наведения санитарного порядка и окоса растительности находится постоянно у нас на контроле. На контроле у главы поселения стоят все вопросы жизнеобеспечения. Так как поселение является прибрежным, здесь с особым вниманием относятся к вопросу оповещения жителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Помимо электронных средств оповещения, которые исправно работают, здесь ведётся персональная работа с людьми. Была уточнена вся база жителей для оповещения жителей. Вы прекрасно знаете, что в случае ЧАЭС, в случае нагона работниками администрации проводится оповещение жителей, даются необходимые рекомендации, что делать в данной ситуации. Изюминка поселения – песчаное побережье Азовского моря, где работает полюбившийся многим пляж «Оазис» и действует два оздоровительных лагеря – «Лебяжий берег» и муниципальный лагерь «Ровесник». В вопросе развития курортного направления в поселении возникла проблема с обеспечением прибрежной зоны питьевой водой, самостоятельно решить которую Ачуева не может. Подключиться к решению проблемы пообещал глава района. Что касается проблемы вашего побережья, что на сегодняшний день вода проблемная, мы будем думать, как эту проблему решить в ближайшее время, потому что мы понимаем, что у нас два оздоровительных лагеря там, плюс в целом есть базы, кемпинги, которые нуждаются в чистой воде. Поэтому поручение уже определенное высказал свое, значит, сейчас будем думать, как поступить. Обращаясь к участникам отчетной сессии, глава района рассказал о социально-экономических успехах муниципалитета и особо остановился на том, как были исполнены обращения жителей Ачуева к власти. Так, по обращениям ведется ремонт в спортивном зале местной школы, выполняются работы по монтажу, отоплению и ремонту сельского дома культуры. В ходе осмотра этого объекта Арман Сенеговский сделал ряд замечаний по качеству работ, которые подрядчику необходимо будет устранить. Ведом культуры является душой поселения, и он должен приносить радость всем, кто в него войдет. Жителей немного, но зато все сплоченные, и во всех мероприятиях активно принимают участие не только школьники наши, хоть их и мало, но и также жители поселка, они также принимают участие в мероприятиях активно, участвуют в каких-то субботниках именно, когда просим помочь выйти, так как мало у нас сотрудников в клубе, но все помогают. Жители проявили активность в вопросах к власти и на этой сессии. Обращения касались помощи в озеленении поселения, организации медицинского обслуживания и ряда других проблем. Были вопросы организации подачи воды. Здесь 150-ка труба, там вот только водяное пространство, на полости заложено песком. Сейчас, если перекрывают башню, где-то ремонт делают, потом открывают насос, у меня полчаса подставляют ведро, песка вот в ведре, здесь стиральные машинки, все фильтры, все где какие, все забиваются. Глава района поставил на контроль все полученные вопросы. По итогам сессии Советом депутатов работа местной власти в Ачуевском сельском поселении была оценена удовлетворительно. Мария Климова, Игорь Ванчуков, программа «События».